Звук — это первый легальный стриминговый сервис в России. Мы запустились раньше Яндекса, в 2010 году, вдохновленные недавним запуском Spotify. Казалось, что... Ну и уже 10 лет, собственно, к тому моменту музыкальный стриминг завоевывал сердца пользователей с запуском первых MP3-сайтов, Napster. И оказалось, что приходит время занять эту нишу уже легальным способом, и что пользователям удобно получать всю музыку из интернета. И, в общем, наверное, при определенных условиях и определенном удобном сервисе они даже будут готовы за это платить. Ну, наши расчеты оказались не совсем верными. Если вы помните, Россия с того времени, как раз с 2010, примерно по 2017, по 2018, жила в эре, наверное, тотального пиратства в отношении музыки. Люди полностью были убеждены в том, что музыку в интернете можно найти бесплатно, любую, в любой момент. И зачастую даже, когда ты разговаривал с каким-то человеком, он тебе доказывал, что зачем за музыку платить, и ведь она есть бесплатно в интернете, никто за это платить не будет. Ты говорил ему, ну, давай, найди мне, допустим, вот такой-то трек, вот прямо здесь, сейчас, там, с мобильного телефона или с компьютера. Это вызывало у него затруднения. Но вот осознание того, что музыка валяется бесплатно везде, было практически у всех. За музыкальный стриминг платили только аудитория ГИК, которая там составляла 3-5%, может быть, отчаянных меломанов и также отчаянных борцов с пиратством, или людей, у которых была просто неприязнь к пиратированию контента. Нужно было что-то делать. В то время в мире как раз в свою силу входила эра iTunes. Люди платили, если вы помните поштучно, за каждый трек, или за каждый альбом, и глобально музыкальная индустрия делала ставку именно на такую форму распространения музыки, а не на стриминг как таковой. И там переубедить правоводателя было довольно сложно. Они вообще к стримингу относились с большой настороженностью и не были даже уверены в том, что это верная форма распространения музыки. Потом время, там, выбор пользователей доказал, расставил все на свои места. Но тогда они видели в стриминге, в общем-то, ну, угрозу даже. Натерпевшись, наверное, их можно здесь оправдать. Они не натерпелись очень много бед от цифровой революции и трансформации музыки. Их доходы были 60 миллиардов, когда на пике продажи CD-дисков. Когда пришла цифровая эпоха, их доходы упали больше, чем в два раза. И они боялись всего нового, видя, скорее, во всем больше рисков, чем какой-то там пользы среднесрочной или долгосрочной. Ну и вот казалось, что iTunes, он их спасет, и продавать треки поштучно, альбомы поштучно станет основным форматом потребления музыки. Неприятность заключалась в том, что iTunes в России не был запущен. Мы, на самом деле, застали только хвостик этой эры iTunes, так называемой. Он запустился, по-моему, в 2016-2017 году, проработал буквально два года, и потом Apple поменял его на свою Apple-музыку и заменил на стриминг. Но в мире это было не так. Все говорили, вот, смотрите, музыка в мобильном приложении должна быть только платной, за это люди платят. Поэтому, пожалуйста, если вы стриминг, вы тоже должны быть только в платном режиме в мобильных устройствах. Мы же говорили о том, что, ребят, ну так не получится, нам очень сложно конкурировать с пиратами, когда ты к нему заходишь и можешь включить любую музыку на мобильном устройстве, на вебе, а у нас в мобильном приложении сразу пользователя встречал Paywall, и мы сразу требовали деньги. То есть это был большой порог на вход, и мы были первым, опять же, сервисом, который договорился с правообладателями и с локальными, и с местными офисами глобальных мейджеров о том, что мы попробуем так называемую freemium-модель, которая сейчас наиболее популярна среди стримингов, когда у пользователя есть возможность, в том числе с мобильного устройства, послушать что-то бесплатно с ограниченным функционалом. Там нельзя выбрать определенный трек в поиске или в альбоме, или в плейлисте, но можно слушать их в так называемом режиме shuffle, когда тебе эти треки играются вперемешку. Все, что там выкладывала редакция на главную страницу, все можно было слушать в таком режиме, фактически без ограничения по объему и времени. Что нам это дало? Нам это дало возможность в своих коммуникациях тоже говорить о том, что у нас музыка бесплатна, так же, как у пиратов, и как минимум привлечь хотя бы уже этим внимание пользователей, а дальше уже с помощью сервиса, с помощью умелых техник апсейла внутри пользователя, который пришел к нам и начал что-то слушать, планомерно приводить к подписке. Но было все равно тяжело, потому что, если вы помните, даже в iTunes и в Google Play была куча в топе пиратских приложений, в то время, когда механики блокировки были не такими оперативными, так скажем, пока это все делалось через суд, к тому моменту, когда суд принимал решение заблокировать то или иное приложение, на его месте в этот же день появлялось точно такое же. Там просто перекрашенный был интерфейс по цвету, было другое имя девелопера, под ним записано, но это были одни и те же ребята, которые выпускали эти приложения пачками, проходили модерацию в App Store и просто ждали, когда их актуальное приложение заблокируют, и в эту же секунду выпускали точно такое же новое, которое вставало на его место. Тем не менее, мы старались конкурировать с качеством сервиса. Дело в том, что пираты, они всегда ссылались на так называемые правила DMCA, хостинга, убеждая в том, что они лишь провайдер, и весь контент, который у них есть, он загружен пользователем. И они до него не дотрагивались, и они даже не знали, что он у них лежит, они не знали, правомерно он туда загружен или неправомерно. И поскольку они жили по таким правилам, они не могли заниматься редактированием контента. То есть как только ты этот контент потрогал, сложил какие-то подборки, плейлисты, это значит, что ты уже был в курсе, что он у тебя есть, это значит, что ты к нему уже дотронулся своими руками, и тогда уже наступала более серьезная ответственность, вплоть до уголовной. И наш шанс, просто того, как мы решили вопрос бесплатного доступа в принципе, и могли заявлять пользователям, что у нас тоже музыка бесплатна, мы начали бороться с пиратами, именно вот редакторским подходом, ну и какими-то дополнительными удобствами в рамках сервиса. И первая версия мобильного приложения Сбирзвук, когда стало понятно, что Mobile First стратегия у таких сервисов основная, и нужно от веб-потребления переключаться на мобильное потребление, потому что музыка – это on-the-go, это всегда мобильный телефон. Вот наше первое приложение было даже какое-то длительное довольно время в топе App Store, благодаря тому, что мы начали делать отборки и плейлисты, которые собирают музыку под определенные моменты, под определенные настроения, под определенные ситуации. Ведь пользователь на самом деле… Вообще, в принципе, проблема музыки даже до сих пор в том, что она живет сама в себе, оперирует жанрами, артистами, топами, какими-то премьерами и релизами, но практически никак не связана с окружающей каждого пользователя жизнью. А когда… Ну и пользователи, если не считать вот тех 3-5% гиков, они, в общем-то, думают о музыке, массовая аудитория думает о музыке в прикладном характере. Какую музыку мне включить, когда я еду на машину? Какую музыку мне включить, когда я в субботу с похмельным синдромом проснулся? Какую музыку мне поставить на прогулки, на пробежки? И на самом деле мы все, конечно, очень разные, но у нас у всех есть примерно 40-50 типовых ситуаций, в которые нам нужна определенная музыка. И разложить музыку по этим категориям оказалось очень выгодным и успешным с точки зрения отзыва пользователей на это. Мы начали собирать плейлисты, которые вот так прямо назывались. Для пробежки, для когда захворал, когда хочу поправиться, для прогулки. И пользователю не надо было конвертировать в голове свой запрос, вот этот утилитарный на музыку, который он хочет включить на бэкраунд, через жанры или через артистов. Он просто заходил, вот плейлист для этого, вот плейлист для другого. Мы сравнивали, делали два теста. Первый, мы собрали 20 или 30 треков хороших джазовых и выложили один и тот же набор треков с разными названиями. Один плейлист назывался «Лучший джаз 20 века», а второй плейлист с этими же треками назывался «Музыка для романтического свидания». Так вот, музыку для романтического свидания себе в коллекцию добавило в пять раз больше людей из тех, кто ее послушал, чем «Лучший джаз 20 века», хотя треки были одни и те же. Соответственно, как мыслит пользователь. Он такой, ну да, джаз классный, супер, ну, как бы, хорошо, и что мне с ним делать? Ну, окей, пусть, значит, тут дальше и полежит. А когда пользователь послушал и смотрит на название, конечно же, мы все еще же оптимисты, и всем нам кажется, что у нас точно будет в жизни много романтических свиданий, и эта музыка мне когда-нибудь пригодится. И пользователи добавляли ее в коллекцию в пять раз больше, чем первый вариант плейлиста с первым названием. И второй кейс был, мы собрали плейлист, который назывался «Музыка для полета в самолете». Так вот, 50%, нет, половина пользователей из тех, которые добавили его в коллекцию, даже не слушали этот плейлист. То есть человек заходит, смотрит, о, когда-нибудь я буду лететь на самолете, мне понадобится какая-то музыка. И даже не глядя внутрь, не прослушивая плейлист, люди добавляли его в коллекцию. И вот благодаря таким сборкам, в принципе, Сберзвук довольно долго держался в топах приложений, и пользователям нравился именно такой наш подход. Потом конкуренция стала чуть больше, появился Яндекс со своими алгоритмами, другие сервисы. Вконтакте начал двигаться в сторону тоже, ну, условно, медленной легализации музыки. С их возможностями, алгоритмами, большим количеством разработчиков и данными, которые у них есть, нам было сложно конкурировать с рекомендательными подборками, и, может быть, даже в плане скорости развития фичей в сервисе. Поэтому мы так, Сберзвук в то время еще начал чуть терять свои позиции, но, тем не менее, довольно долго он еще оставался в размере там 15-20% доли рынка. Дальше, когда нужно было обеспечивать рост, мы понимали, что у маленького стартапа, в общем-то, денег на маркетинг нет. Также у нас не было какой-то большой материнской платформы, за счет которой мы могли бы получать аудиторию, либо дополнительное финансирование, являясь лишь только драйвером внутри их экосистемы. Мы всегда фокусировались. Из-за этого там были, случилось с проектом, случилось две хорошие вещи. Как говорится, нет худа без добра. Первое заключается в том, что мы фокусировались на музыке и на продаже подписок, как на своем основном бизнесе. То есть, в принципе, мы не обслуживали интересы большой компании, мы не являлись лишь драйвером для удержания аудитории, и мы старались сделать там лучший сервис, лучшую воронку, ну, в меру своих сил. И продавать пользователям ценность именно музыки, а не чего-либо другого. За счет этого у команды за это время наработалась хорошая экспертиза, довольно много разных идей, как сделать сервис еще лучше. Да, может быть, большая часть из них так и не была реализована до момента приобретения компании Сбером, потому что не хватало ресурсов. Но вся эта экспертиза, она не пропала зря. Когда Сбер нас хотел покупать и спрашивал нас про стратегию, мы просто брали с полки свои старые идеи, компилировали их в новые слайды и, в принципе, всех удивляли тем, как это может быть на самом деле. И сейчас мы это медленно реализовываем или быстро, в зависимости от того, какие есть запросы. А вторая хорошая вещь, которая с нами случилась из-за этого, из-за отсутствия средств на развитие и на маркетинг уж тем более, потому что юнит-экономика музыкального стриминга такая, что у вас переменных расходов примерно 20% на лицензии. То есть, грубо говоря, 80% выходит на лицензии, и рост ваших доходов за собой тянет расходы на них. И вот на 20 оставшиеся процентов вы должны уместить все остальные свои расходы. Зарплату, поддержку инфраструктуры, другие офисы, административные расходы. И там же должен сидеть маркетинг. Ну, кто занимается IT-проектами, он знает, что вход обычно в IT-проектах только на таком уровне, на среднем и малом, он занимает 50 и больше процентов от возможной выручки. А мы должны были в 20 умещаться. Естественно, денег не хватало, у нас было финансирование от инвесторов, но всегда тяжелее всего было найти деньги на маркетинг, потому что среди прочих расходов, такие как зарплата, офис, технологии, инфраструктуры. Маркетинг, естественно, стоял последним. Для того, чтобы решить эту задачу, мы начали смотреть на так называемые варианты B2B-2C-дистрибуции. То есть дистрибуцию через партнеров. И делать партнерство с теми компаниями, у которых уже есть своя сформированная клиентская база, свои каналы коммуникации, и, возможно, даже биллинговые отношения с этой аудиторией, чтобы их легче и проще было чаржить за подписку. Естественно, первой категории таких пользователей были сотовые операторы. У них есть все. Они про мобильный телефон, у них есть аудитория, у них есть свои каналы коммуникации, у них есть лицевой счет, с которого можно оплачивать подписку в один клик или одним смс. И вот к моменту сделки со Сбером у звука было 12 партнеров с сотовыми операторами, все операторы России и еще 8 операторов в странах СНГ, с которыми мы успешно довольно продвигали сервис. Они нас использовали как контент-провайдера, зарабатывали на подписке свою комиссию, либо бандлировали Сберзвук с другими своими услугами, либо обменивали подписку на Сберзвук в обмен на какое-то другое ценное действие от своего пользователя. Такие же партнерства были с производителями устройств. Промокоды Сберзвука были на упаковках Lay's, KitKat, Bada безалкогольного, где как стимулирующая механика, то есть ты покупаешь продукт этой компании, в обмен получаешь не только шоколадку, но еще и промокод на Сберзвук, который нанесен на упаковку. Либо там входишь в клуб Bada и тоже получаешь промокоды и какие-то другие активационные механики вслед за ним. Вот эти все, скажем так, механики партнерства, они зачастую делаются не только административными средствами, но и технологическими. К моменту сделки, опять же, с Сбером, мы обросли таким количеством плагинов для того, чтобы эти партнерства быстро запускать, что интегрировались в экосистему Сбера довольно быстро. Наверное, это даже, как мне кажется, было одной из ключевых опций, почему там Сберзвук выбрал именно Сберзвук, потому что нужно было быстро интегрироваться, запускать Сберпрайм, интегрироваться со смарт-устройствами Сбера. И когда мы показали, что можем за две недели, за три недели сделать любую интеграцию, и что административные процедуры занимают больше времени, чем реально практическая интеграция, это, я думаю, коллег впечатлило. Собственно, по большому счету, это все. Дальше, ну, главное, наверное, что с нами было, там было много всего, было и партнерство с ВКонтакте, и подписанный термшит, когда мы должны были стать официальным плеером ВКонтакте и потихонечку обелять их и приводить в легальную зону, потому что у Сберзвука были наилучшие отношения с правообладателями, поскольку мы самые первые, кто начал платить деньги за музыку и исправно платили их там все 10 лет, несмотря на дремучее пиратство вокруг. Поэтому через наше посредничество, так скажем, и технологическое, и вот этих отношений с правообладателями, ВКонтакте планировали выйти в белую зону, но там потом у них поменялись планы, и они решили делать собственный проект, после чего появился бум. И с Яндексом было общение, и с целым рядом международных игроков, от Спотифая до Дизера и того же самого упомянутого Napster. Но, видимо, как-то вот момент времени не подходил, либо этим игрокам было немножко, не нужна какая-то часть от нашего бизнеса, но не весь наш бизнес, это не устраивало акционеров с точки зрения предложений. С Билайном у нас были тоже беды и офферы от них. Но в итоге вот мы дожили до 2020 года, когда акцептовали оффер от Сбера. Нам показалось, что это интересный партнер, потому что действительно с ним мы сможем реализовать все эти идеи и наработки, которые не могли сделать собственными силами, благодаря и технологическим возможностям Сбера, и тому объему данных, которые есть. И самое главное, мы понимали, что наш рынок, он довольно специфический, так будем говорить. Все об этом говорят, но на самом деле это так и есть. Начнем с того, что у нас, в принципе, особый медиаландшафт в онлайне. Все-таки у нас большую долю занимает Яндекс, большую долю занимает Мэйл, и там копипасты по развитию и промотированию сервисов глобальных, которые у них есть успешные в других странах, здесь не работают, потому что нельзя просто прийти и в Google Ads, и в Facebook, так же, как ты там в других странах покупал себе рекламу и делал продвижение, запустить себя и быть успешным. Потому что, извините, у нас там 50-60% занято другими онлайн-игроками, и они контролируют этот трафик, и они контролируют эти данные, и надо уметь учиться работать с ними. Это как бы первое такое низкоуровневое отличие. А выше, если идти, то музыка очень локальна. Когда в начале 2011-2012 год, казалось, что иностранная музыка завоюет сердца россиян, наконец-то, с развитием стриминга, и доля зарубежной музыки там была уже и 60, и 70 даже в какой-то момент времени среди прослушивания. А потом началось, и все думали, что вот сейчас люди молодые, значит, в крупных городах России, в регионах подрастут, смогут заработать себе, значит, на смартфон или возьмут его в кредит и будут еще больше слушать зарубежную музыку. Но случилось ровно обратное. Появился R&B, появился рэп. Недорогой в производстве, как контент. Появились цифровые платформы, с помощью которых артисты могли, в общем-то, завоевывать аудиторию даже самостоятельно, не обязательно подписываться с лейблами. Потом даже лейблы, даже офисы крупных мейджор-лейблов обратили внимание на рост популярности российской музыки, потому что лирика рэпера на русском языке она берет за душу. И далеко даже не все могут понять, о чем поет, допустим, артист на английском языке. И начали подписывать, в том числе, местных артистов. И за счет этого доля российской музыки, отечественной музыки, она выросла. Она сейчас в прослушивании достигает иногда 80-85%. То есть маятник поехал в обратную сторону. И это тоже важно учитывать, потому что строить локальный сервис на таком рынке может оказаться, ну, и с теми ресурсами, которые есть, допустим, у Сбера, или у Мейла, или у ВКонтакте, ой, у Яндекса, и конкурировать с глобальными сервисами становится проще, потому что, ну, во-первых, мы со всеми этими, мы знаем локальные вкусы лучше. Там, когда запустился Apple, там вот все, что они смогли локализовать на запуске, это плейлист, подводочку и огурчики, что-то такое вот, и накидали туда каких-то отечественных треков. Ну, наверное, это тоже рабочий вариант, но недостаточно, на мой взгляд. Сейчас, конечно, редакция даже у зарубежных стримингов больше по числу, и они понимают, что так просто здесь не локализуешься, и нужно в это вкладывать. Это еще одно свидетельство того, что это действительно у нас очень локальная индустрия, и, ну, имея такие же технологические ресурсы, там, сопоставимые объемы данных, которые есть у глобальных игроков, строить локальный стриминг легче, потому что, как минимум, мы находимся со всеми теми артистами, которых слушают, в одном городе, ну, или хотя бы в одной стране, и взаимодействуя с ними, мы видим, на самом деле, как важный элемент того, что можно дать, можно сделать уникального. Потому что музыка, как таковая, основной контент, он, да, он доступен на всех стриминговых платформах, эксклюзивов в музыкальном стриминге нет, и индустрия это понимает, вот как видео, допустим, видео, они присутствуют, есть и войны за эксклюзивы, этот тайтл только наиве, этот тайтл только на око, каждый из них собирается продюсировать огромное количество собственного контента. В отношении музыки работает не так, пользователь хочет, у пользователя есть такое авансовое обещание, что на любом стриминговом сервисе есть вся музыка мира, иначе, если начнется дробление, то, скорее всего, это просто приведет к... Пользователь не будет подписываться на два и на три стриминга, он, скорее всего, перестанет подписываться на все из них и снова уйдет в пиратство. Индустрия это понимает, поэтому эксклюзивы в музыке не поддерживаются коллективно, и это правильно, на мой взгляд. Вот, но контент есть везде, но взаимодействие с артистами может дать вам, так как я его называю, сопутствующий контент, который действительно может быть... Или механики, которые действительно могут быть уникальными для платформы. Если там новый трек есть везде, то, допустим, аудио-интро, который артист записывает перед этим треком, в котором рассказывает, как он его писал, какие он чувства хотел передать этой музыкой, и этот трек, этот аудио-интро размещается только на вашей, допустим, платформе перед премьерным треком, это уже создает ощущение у пользователя, что здесь есть что-то эксклюзивное. Причем такое, что нельзя спиратить. Ведь все механики, митинг-риты с артистами, вот такого рода контент, это как раз то, что на пиратских ресурсах нет, и то, что нельзя спиратить. Это действительно уникальные вещи, которых, мне кажется, опять же, нужно создавать больше, и тогда музыка еще меньше перестанет жить сама в себе. Ее надо связывать с живыми людьми, ее надо связывать с событиями, которые вокруг вас происходят, над чем, собственно, мы старательно и работаем. Ну, наверное, все. Я лучше, знаете, наверное, попробуем поотвечать на вопросы, предложу в чате, или если кто-то озвучит, будет, выберет из чата и озвучит, вообще будет супер, потому что так я могу говорить, в принципе, пару суток, наверное. Ну, я тогда пока коллеги, друзья, участники пишут нам вопросы, задам вопрос, связанный вообще с индустрией, то есть, как вы считаете, куда будет развиваться, как, вот если, например, я успешный музыкальный проект, вот у нас здесь есть девушка, которая сама пишет треки, как ей построить свою стратегию, если она хочет стать коммерчески успешным исполнителем, и может ли, кто ей в этом может помочь и куда идти. И вот сейчас, как мне кажется, стало очень много модных новых молодых исполнителей, и вообще этот рынок, он растущий с музыкой, как он растет? Через стриминговый сервис или через продюсерские истории? Да, спасибо за вопрос. Это не исключающие друг друга вещи. Из популярных, известных нам артистов самостоятельно ведут свою деятельность без лейблов единичный процент. Ну, это single digits. А все остальные так или иначе работают с лейблами. Лейблы свою работу делают качественно, и они тоже трансформируются с учетом времени. Дело в том, что это не просто посредники, которые взяли у вас ваше творчество и дальше начали на нем, его перепродавать, давайте так будем говорить. На самом деле, лейбл зачастую помогает артисту найти там свой образ, найти правильные ниши для лирики, для подобрать правильно города для выступлений, опять же, обладая некоторыми данными о стриминге, в геопривязке. И много-много чего еще. Весь это помогает, некоторые лейблы предоставляют сервис не только продакшена, но и там ведение социальных сетей или помощи ведения социальных сетей. И имидж, мейкинг тоже может входить в перечень их услуг, если уж совсем широко брать. И это важно, потому что артист должен фокусироваться на творчестве и не думать об остальном. И, по сути, есть такие артисты, и крупные есть такие артисты, которые работают без лейблов, но в итоге они вокруг себя просто собирают группу людей, которым платят деньги и зарплату, просто которые заменяют его private label, по большому счету, так скажем. Да, действительно, сейчас мир изменился. Сейчас для креаторов в принципе есть все инструменты для того, чтобы себя дистрибутировать и себя монетизировать условно, самостоятельно. Есть сервисы, где вы можете собирать донаты, есть сервисы, где вы можете занимать самостоятельно паблишить свой контент, и там есть аудитория, есть сервисы, которые вам даже и маркетинг могут какой-то полуавтоматизированный, автоматизированный обеспечить. Тут было пару или тройку месяцев назад, когда Patreon поднял очередной раунд на 150 миллионов, там было очень замечательное пятиминутное видео его фаундера, где он рассказывал о том, как изменился мир для креатора, и что сейчас креаторы действительно могут продолжать креативить, и подключив вот эту всю обвязку разных сервисов, делать это не просто как из-за альтруистических и творческих побуждений, но и построить из этого бизнес, используя вот такие платформы и онлайн-решения, которые сейчас доступны для креаторов. Это так, с одной стороны, но опять же, этим надо заниматься, и ваши корректировки, творческие составляющие, его направление, вашего образа, ну, пока вам никто не поможет сделать. Там есть ряд артистов, ну, правда, у которых вот вмешательство лейблов или там продюсеров радикально поменяло их популярность, потому что там были внесены, вот знаете, как same-same but different, небольшие твики, и вот все, и все получается. И причем в моменте времени тоже, наверное, это важно, потому что сегодня популярно одно, завтра популярно другое. Там вот Сергей Шнуров, там отличный пример того, как он сам себя трансформировал, как он запустил там несколько своих проектов до этого, потом сейчас Зоя у него вышла, человек совершенно точно понимает, что нужно людям, просчитывает это и делает это, но это большой артист, у него есть уже этот опыт, у него есть там необходимый уровень не только музыкального интеллекта, так скажем, да, и широта кругозора, и он вправе экспериментировать, у него есть уже сильная собственная репутация, на основе которой взлетает все это, но молодому артисту далеко не каждому это доступно. Поэтому большая часть, да, некоторые артисты начинают как инди, и у них есть для этого платформы, типа YouTube, TikTok, но потом, знаете, вот я до, еще в первой части двухтысячных я был директором RoTube, вот, и мы тоже пытались там создавать собственных звезд, ну, на основе тех, кто вот выстрелил, и там были, помните, может быть, там такие вещи, как «Белая строка за любви», там еще, как бы, довольно популярные ребята, и это очень сложно, потому что масштабировать, держать сложно, потому что человек, который стал в секунду, в моменте популярным, он, ну, даже не очень понимает, что его привело к этой популярности, и дальше никто не знает, как это масштабировать. Поэтому большая часть вот таких тогда выстреливших звезд, они, ну, не получили дальнейшего развития в коммерческом плане, а те же, кто там продюсировался, инкубировался последовательно, зачастую добились большего успеха. Может быть, это не феноменальные взлеты, это не топ-чарт, но довольно успешные и известные имена. И многие лейблы сейчас продолжают, устроят, в принципе, у себя, ну, такого рода процесс целой, систему, как сделать звезд, как сделать, там, за год, условно говоря, пропустив 40 или 50 человек через эту систему, гарантированно, во-первых, не проиграть в деньгах, а во-вторых, прийти в итоге там с тремя, с четырьмя, с пятью звездами, которые вот, которые эта система позволит создать. Не делают сейчас ставку all-in там на зеро, ну, очень редко такое происходит. Спасибо. Можно вопрос задам? Я вот та самая девушка, которая музыкой занимается здесь в кластере. Спасибо за ответ. Я так понимаю, правильно ли я понимаю, что сейчас музыкант, который самостоятельно двигается, без социально значимых тем, вообще не очень-то интересен. То есть музыка в отрыве от повестки, она не работает. Если смотреть на наши примеры яркие, то выходит так. Да, чистая правда. Наша первая служба говорила, что лучше не рассказывать о планах, которые только в планах, но мы тоже в направлении работы с артистами понимаем, что есть такая потребность у них и запросы. Мы будем создавать сервисы и платформу, которая будет помогать артистам именно развиваться не с точки зрения его творчества непосредственно, а с точки зрения всех остальных его задач. Эта платформа будет помогать ему развиваться как личности, программу обучения, помогать организовать бизнес и развивать свой бизнес. И самое главное, помогать ему развиваться как медиа. То есть мы не идем на поляну лейблов, создание контента, это их компетенция, которую я признаю, как я сказал, и очень уважаю то, что они делают, но вы совершенно правильно отметили, что артист сейчас, ну то есть такое понятие, артист как медиа, большинство, многие артисты популярные и имеют вот тот уровень популярности в большей степени благодаря не своему творчеству, а своей активности, вы ее там социальной назвали. Нельзя творчество убрать из этого пазла, тогда он полностью весь рассыпется, безусловно, оно должно быть. Но многие артисты уже даже перестали записывать новое, но продолжают оставаться популярными только благодаря тому, что они развивают себя как медиа, благодаря своей активности, социальной активности, соцсетям, тому, что у них в жизни происходит, освещением этого всего. И сейчас без этого ну крайне сложно, да, вы абсолютно правы. И в данном случае вот создание специализированной платформы или специализированного инструментария, который поможет артисту развивать вот все остальное, что за рамками его прямого творчества, оно важно для артистов, потому что здесь ну довольно сложно пробиться. То есть какие-то очень талантливые вещи, суперские. Во-первых, их надо постоянно деливерить, там хороший альбом все равно там раз в месяц не запишешь, и твоя популярность во многом, как вот в этом американском игровом аппарате пинг-понг, да, должна все время какими-то вот подбрасываться туда внутрь, и вы должны оставаться в игре не только за счет контента, и может быть даже не столько за счет контента, сколько за счет вот этой медиа-активности. Спасибо. Вектор понятен. Анна, ты нам юча, пожалуйста, включи микрофон. Я прошу прощения, вытеснит ли искусственный интеллект музыкальных исполнителей и композиторов? Мой любимый вопрос, я еще в 15-м году, по-моему, тоже выступал где-то и говорил, ребята, бойтесь конкуренции от машин. Ну, на самом деле, все человечество должно бояться конкуренции от машин, и мы понимаем, что многие профессии и функции, да, действительно, которые сейчас выполняет человек, будут заменены машинами. И всем кажется, что творчество это такая ниша, в которой, ну, машины меньше всего нам угрожают, но время показывает, что это не так, и технологии развиваются как всегда быстрее, чем мы думаем, и искусственный интеллект уже сейчас пишет довольно неплохую музыку в определенных жанрах. Там есть известные проекты Муберт, Эндель и другие, которые просто на основе искусственного интеллекта создают ту самую фоновую музыку для чила, для релакса, для фокуса, для сна. Там пока нет вокала и нет других более сложных жанров, но никто не знает, как быстро они смогут это делать. По факту, по факту, до сих пор, я бы так вот, ну, наверное, не могу судить, однозначно, радикально в отношении всех этих изысканий, но по факту оказывается сейчас все-таки, что музыка, написанная просто искусственным интеллектом, недостаточно хороша там для пользователя, для слуха. Все-таки пока работают лучше гибридные модели, когда есть определенные сэмплы, определенный жанр, ну, не жанр, определенный характер от того или иного исполнителя, который закладывается вот через это сэмплирование, а дальше уже искусственный интеллект собирает, в принципе, неплохую музыку, она более качественная, и в итоге у вас такое получается, там Армин Ван Бюрн только для вас, или там Дэвид Гетто, но специально для вас, который может в нужный момент там что-то медленное сыграть, а в какой-то момент что-нибудь более забойное в зависимости от вашего запроса, ну, какой-то вот стиль и человеческое рукоприложение к этому чувствуется, и оно пока должно быть. Все, что я до этого слушал, что сделано искусственным интеллектом в таком широком смысле все-таки музыки. Я не беру там узкоспециализированные вещи, вот как, допустим, Мэндель делает, музыка для сна, которая больше не музыка, а звуки, воздействующие правильно на наши нейроны или whatever что. Вот, а в широком смысле музыка, которая сделана только искусственным интеллектом, пока все-таки считывается как музыка, которая сделана только искусственным интеллектом, так скажем. Но все развивается очень стремительно. Ага. Кроме стриминга занимается ли Сберзвук другими направлениями? Ну, тут в данном случае надо, наверное, понять, что называется стримингом. Смотрите, мы определили для себя нишу того, где мы будем привлекать внимание пользователя, как весь неэкранный контент. Под неэкранным контентом понимается тот контент, который не требует стопроцентного и постоянного продолжительного внимания к экрану. То есть, в принципе, даже какое-то фоновое изображение, вспомогательное изображение, которое может сопровождать аудиостриминг, оно в фокусе наших интересов. Аудиофёст контент, так называемый, или неэкранный контент. Тот контент, который вы можете послушать только ушами, этого будет уже достаточно. А то, что показывает на экране, это nice to have. То есть, грубо говоря, если вы его не увидите, вы не будете чувствовать, что вы в каком-то ущербном формате послушали контент. И у меня сейчас у ребят есть такая большая задача, это каждую секунду нашего стриминга снабдить каким-то поддерживающим изображением на экране. Потому что любое устройство, с которого потребляется с Брюзуба, или почти любое, все равно имеет экран. Просто в этот момент времени он выполняет либо вспомогательную, либо какую-то вторичную функцию. Но когда вы слушаете подкаст, вывести на него ссылки на Википедию по тем тематикам, которые в подкасте, Google картинки, которые, или когда есть аудиокнижка детская, показать иллюстрации. Ну, мы же все в детстве любили книжки с картинками, ненавидели без картинок. Вот. Зацикленное видео, видеоклип на этот трек, если он есть, ну и так далее. Там дальше можно очень долго фантазировать, но в принципе действительно каждую секунду можно остановить поддерживающим видео, вплоть до генеративных просто, генеративных картинок, которые связаны с лирикой песни, которая сейчас играет. И у нас вот такой фокус на аудиофист, или как его еще называют, не экранный контент, мы хотим захватить внимание пользователей в это время. Оно становится все больше и больше, потому что люди становятся подключены и находятся в зоне действия хотя бы одного устройства, имеющего динамика, интернет и, возможно, экран. Поэтому, да, мы хотим его все занять. Ну, Федь, хватит. Завтра еще и на беседу. И еще один вопрос. Выживут ли подкасты, да, вот те самые нейтранные, в долгосрочной перспективе? Смотрите, как интересно произошло. Аудиоконтент оказался самым последним из всех форматов, который претерпел метаморфозы в связи с его цифровизацией. Текст там превратился в какие-то смс-сообщения, в твиты, в стикерпаке. Фото мы пропускали через фильтры ранней версии Инстаграм, призма потом была и много чего еще. видео точно так же в ТикТоке, всякие маски, ушки и прочие форматы, которые сейчас кажутся, в общем-то, уже естественными, они пришли к нам недавно. Вот. И аудио оказалось последним форматом, который вот таких метаморфоз не претерпел еще. Это не случайно, потому что, как ни странно, именно аудио тяжелее всего обработать, потому что с текстом понятно проще, с картинкой, видео даже тоже проще, его можно разобрать на образы, на изображения, на какие-то теги. Вот с аудио, во-первых, там только, ну, один источник, не источник, одна сущность, которую надо разбирать, и не с ней, ну, ее обрабатывать сложно, и синтез тоже довольно качественный появился недавно. И мне кажется, что вот сейчас мы станем свидетелями, как в следующие 3-5 лет, ну, наверное, даже 3, именно аудио будет вот эти метаморфозы переживать разные. Там, ну, Clubhouse, это как один из тоже там какой-то первой ласточки. Возможно, опять же, вмешательство искусственного интеллекта поможет нам какие-то новые тоже форматы создавать, когда вы можете там петь караоке, но вроде как своим голосом, вроде как голосом оригинального исполнителя, не знаю, озвучивать какие-то известные сцены из художественных фильмов или мультиков, там, дети ваши развлекались, микроблогинги всякие в аудиоформате, соцсети аудио тоже сейчас стали появляться в формате дроп-ин-месседжей, коротких аудио. Это вот только первые-первыхие какие-то начинания, где мы, в принципе, по большому счету из существующих элементов уже складываем новые форматы, и, возможно, добавление сюда искусственного интеллекта, там, распознавание, программирование, распознавание речи, да, там, ее программирование в нативном формате тоже сюда добавится, и что будет дальше с аудиоформатами, сейчас предугадать сложно, но совершенно очевидно, что они будут появляться, их будет много. Вот в этой связи подкасты, они сейчас как YouTube раньше. Что из себя YouTube представлял? Он просто перенес картинку из экранов телевизоров в интернет, и формат сам не поменялся, там, ну, он был, может быть, менее качественный, более качественный, но это было просто, интернет был просто, и технологии были просто средой распространения той же самой видеокартинки, по сути, просто последней миле ее доставки. Вот подкасты в существующем формате, это тоже просто, они просто используют интернет как последнюю милю своей доставки, и они точно так же могли и через FM-радио доставляться бы. Вот, когда этот формат или другие форматы начнут обрастать реально теми возможностями, которые дает интерактивная среда, вопрос автору, развитие сюжета интерактивное, еще, может быть, какие-то вот формы взаимодействия с пользователем, опять же, добавление искусственного интеллекта, который тоже там теоретически может чем-то улучшить тот или иной аудиоформат, вот тогда можно будет говорить о том, что это то, что может существовать дальше и долго. Но пока вот подкасты это просто перенос в интернет контента, который мог быть распространен бы и в аналоговом формате. Каково будущее их ждет? Ну, смотрите, там, телевизор не убил радио, YouTube не убил телевидение, и так дальше можно продолжать, поэтому в том виде, который есть подкастом, точно жить еще долго, но нужно, наверное, понимать, что вот новые форматы, более короткие, интерактивные, могут начать с ними активно конкурировать. Спасибо.